Несмотря на безобидный внешний вид, амброзия – опасный сорняк. Растение очень неприхотливо. За сезон дает до 100 тысяч семян. Попавшие в почву, они могут прорасти в течение полувека. Амброзия буквально выкачивает из земли воду и удобрение. Оттого и урожай садоводов получается скудным. Сорняк представляет серьезную опасность и для людей. Прецветение вызывает аллергическую реакцию у людей. В этом году, несмотря на то, что погодные условия у нас такие, то жарко, то холодно, но амброзия начала развиваться, вернее, развивается гораздо быстрее, чем это было, допустим, в прошлом, позапрошлом году. Есть несколько способов борьбы с сорным растением. Еще в Советском Союзе опытная станция садоводства занималась разведением специальных вредителей-листоедов. Планировалось, что насекомые станут естественным врагом сорняка. Однако процесс разведения оказался слишком трудоемким и затратным. Самым эффективным оказался проверенный временем способ механического уничтожения. Либо вырывать, либо применять гербициды, которые идут для уничтожения вот этой сорной растительности. Ну, в крайнем случае косить. Но кошение – это не лучший метод в том плане, что, когда мы скашиваем, у амбрузии просыпаются боковые почки, и вместо одного побега с цветочком на конце, получается у нас до восьми побегов. И, соответственно, соцветий уже будет не одно, а восемь. Согласно законам о карантине растений, уничтожать амброзию должен владелец или пользователь земельного участка. Бороться с амброзией не так сложно. Нужно лишь выйти во двор своего дома и с корнем вырвать сорняк из земли. Специалисты еще раз напоминают – от этого зависит наше здоровье.